Запись эфира. Вот. Что я говорила только что в прошлый раз? То, что сказала всем приветствие на всех языках, какие знают. Привет! Hola amigos! Hello! На этом, пожалуй, да, мои познания испанского точно заканчиваются, пока разговор был такой. Вот, но наконец-то мы с вами встретились. Сегодня обалденная песня у нас. Вышла вперед в опросе, просто уничтожила она всех. Вот я все наблюдаю, знаете, как идут результаты опросов и очень часто... Интересно просто, как песня одна берет и уничтожает соперников вообще. То есть там были абсолютно разноплановые, разножанровые артисты. Вот. И я думала, ну хотя бы на втором месте кто-то будет. Нет, там вот строго прям шло первое место. И потом прям ровные такие были данные. Потому что даже не нашлось претендента на втором. Я думаю, ну сейчас, если какая-то будет вторая, может, мы ее возьмем в следующий раз. Нет. Вот. Так что, да. Но вы продолжайте накидывать песни, потому что я все равно буду такие делать, как это сказать, кашу в опросе. Короче, буду отбирать такие наиболее интересные, наиболее полезные, на мой взгляд, вот, песни. Вообще, я уже ознакомилась с каждым вариантом, который был, пришел в комментарии. Вот. И там, конечно, везде есть что поделать. Вот. Так что, в принципе, это какой эффект лотереи мы будем делать. И кто знает, может быть, именно ваша песня. Вот. Окей. Главное, переходим к песне. Сегодня у нас Джесси Джей, песня Queen. По поводу Джесси Джей, своих впечатлений хочу сказать. Это действительно одна из таких ярких для меня звезд, вокальных в первую очередь. Когда я, ну, шлифовала, скажем, свои вокальные навыки вообще и, как сказать, расширяла кругозор, свой именно какой-то слово, вообще-то забыла. Ну, короче, опыт вот этот вот мышечный даже просто почувствовать, как это работает. Вот. Вот она у меня просто действительно расширила сознание очень мощно, потому что это невероятно техничная певица. Она очень тонко чувствующая такая. У нее просто какие-то невероятно филигранные мелизмы и просто, конечно, бешеная, бешеная. Вот. Ее обязательно, я думаю, стоит взять даже не только эту песню, еще что-нибудь в процессе. Может быть, к ней еще обратимся. Вот. Когда я песню эту послушала, я готовилась, я посмотрела лайф. Да, здорово. Привет. Привет всем, кто пришел вот так вот. Всем входящим. Посмотрела лайф. Лайф, конечно... Я посмотрела два. Есть один акустический такой, там, ЧБ. Вот. Но меня больше заинтриговал лайф на Late Late Show. Почему-то там меньше просмотров, хотя, может, это просто неофициальная выкрутка. Вот. Но это больше, если это не волнует. Короче, смотрите. Почему я к лайфу обращаюсь всегда? Короче, часто бывает так, что в лайве артисты поют проще, но это не вариант Джо Си Джи, короче. Именно в лайве она просто показывает всю искристость вообще своего вокала невероятного. И это классно, потому что, если вы хотите подчеркнуть, вот, как там мышцы работают, как вообще лицо работает, какая динамика у артиста. Обязательно слушайте лайвы, если вы это еще не начали делать. Вот. Мы будем сегодня разбирать основную, оригинальную версию, но периодически будем обращаться к лайву, потому что там можно услышать... Вот, допустим, вступление. Мы сейчас когда дойдем до одной части, я думаю, мы разберем именно из лайва, потому что там наиболее ярко-месистая она поет некоторые строчки. Вот. И я думаю, что мы начинаем. Вступительное слово я свое сказала. Вот. Не забывайте, что у нас в чатик можно там накидывать всякие свои вопросики, реакции. Чушь всякую я тоже люблю. Пишите, как у вас дела там. Короче, погнали. Что надо сразу сделать, когда вы взялись за песню Джесси Джей? Разобраться с позицией. То есть у него все-все-все очень близко. Вот здесь вот очень близко, да? То есть даже если ее фотографию посмотреть, у нее такая прям вот челюсть такая красивая, очерченная, зубки вот всегда все-все-все вперед, да? То есть прежде чем мы начнем пить, можете вот так вот вырастить челюстью под ногой немножко, да? Найти вот это ощущение, где у вас что, да? Ну, то есть такое, это знаете, я очень часто говорю такой образ на уроках, типа, что ты хочешь? То есть такой очень вкратчивый, немножко угрожающий звук нужно сделать. Что? Я сто раз сказала. Это может забавно звучать. И, пожалуйста, если, так как у нас практические вебинары всегда, вы, пожалуйста, кружочки можете прям брать и записывать. Какой, да, хорошо, я уже потренировалась, я уже умею вот так говорить, да? То есть вот с такой позиции мы начинаем эту строчку разбирать, да? То есть мы даже, ну, не строчку, я думаю, сейчас темп замедлим. В любом случае сейчас щупаем позицию ее, да? Stop playing with your body, lady. Stop playing with your body. То есть все-все вот сюда на зубке. Да, короче, текст такой. Есть что поделать для дикции. Поэтому мы что делаем? Мы берем скорость воспроизведения. Если кто-то с этим еще не работал, инструментом, вы на ютубе можете всегда использовать скорость воспроизведения, немножечко замедлить и читать текст в мышц мимические. Вот. Смотрите, замедлено, как звучит, уже более комфортно. Надеюсь, что вы там пробуете делать, да? То есть мы здесь. Stop playing with your body, lady. Stop feeling like you're not enough. Прям почитайте прям сейчас. Давайте еще раз. Stop playing with your body, lady. Вот если тоже неважно, она делает lady. Такой тянущийся немножечко звук на вибрато и на фанцетте. Stop playing with your body, lady. Stop feeling like you're not enough. Да, и там дальше. У меня очень много вот этих вот звуков. То есть такой немножко подсиплый нужен звук. Нужен постоянно, можно сказать, крякать там со связок, типа штрубасить немножечко. Сейчас вот она там пойдет вниз. Послушайте. То есть прям вот. Вот. Первый, короче, запрос у меня к вам. Быстро-ка возьмите сейчас в комментарии, напишите голосовое сообщение. Типа. Можете даже сделать так. Haters. Haters. F**k. Haters. Haters. Я буду сидеть и кряхтить, пока хотя бы один комментарий не прилетит. Короче, вот такое. Дающий. Haters. Bye. 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 Просто если мы не штрубасим, нам, конечно, будет сложно дальше вот это все воспроизводить. Лера. Первая пушечка. Ух, как пуля. Бери. Отлично. Вот. Это прям пятерочка. Мыштяк. Вот. Слушаем Леру, повторяем. Идем дальше. Идем дальше. Вообще, Лере, спасибо. Скажите, мы идем дальше благодаря ей. Вот так. Ага. Это мы сейчас сделаем. Короче, смотрите, еще разочек сейчас включаю сначала. Пою вместе с плюсом. И вы со мной поете. Мы что делаем? Мы стараемся добиться такого отчеканивания ритма. Жесткого отчеканивания ритма. То есть, послушаем. Стоп, лейдин, with your body, лейдин. Стоп, feeling like you're not in love. Стоп, feeling into the hate. Стоп, and give yourself some love. Да, и сразуочек то же самое. Теперь, смотрите, добавляем фишечки такие. На слове лейдин. Протянуть подольше ноту. Эннф. Эннф. Вот, и не забыть вот это вот, да, покряхтеть чуть-чуть в начале третьей строчки и в конце слова. Haters. Да, еще разочек. Стоп, playing with your body, лейдин. Стоп, feeling like you're not in love. Стоп, feeling into the hate. Стоп, and give yourself some love. Вот, теперь вот это шутка. Она очень часто ее поет. Короче, во, а, а надо сделать. Обязательно обыграть вот это все челюсти вот, да, вот это прям. Во, а, во, а, во, а, во, а, тогда, знаете, она получится геометричная очень по ступенькам мелодия. Еще разочек, то есть подытоживаем задачи, да, четко проговариваем текст с акцентом. Давайте уже в оригинальный темп вернемся. Домашку просто потом поделать. Я хочу прям максимум сегодня успеть в видео засунуть. Вот, а отработкой вы уже, пожалуйста, занимайтесь, во-первых, сейчас прям, и потом уже в комфортном темпе. Итак. Что-нибудь, какой-нибудь знак пришлите, если вы сейчас успели все спеть со мной. Если не успели, то тоже какой-нибудь ступень пришлите. Вот, чтобы я знала, как вас там делали, биться. Не успели. Ничего, нормально, давайте еще разочек в темпе в оригинале. Да, даже вот эта ва-а-а, она логично абсолютно не появляется, если вы делаете вот эту всю позицию вперед. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, stop eating, stop eating, to the haters-да-да-да-да-да-да-да-да. Важно пропозиционно сразу все выдержать. Давайте еще разочек включаю, еще раз с вами пою, и мы... Ну, хотелось бы двинуться дальше, но если кто-нибудь запишет фрагмент, я с удовольствием послушать, что это получается. Можно даже в замедленном темпе, на самом деле, это делать. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам сейчас нужно читать сперва Stop staring at the mirror Getting faded Stop staring at the mirror Getting faded Прям еще читайте Представьте, что у вас такая есть подушечка резиновая А вы на нее просто, знаете, Надо прям давить, 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 давить Под мягкой подушечкой я имею в виду, конечно же, диафрагу вашу То есть это прям всегда носок такой работает Там, знаете, вот это еще, блин, скорее всего записано просто На студии как раз параллельно с вокальной линией Вот эти всякие там дополнительные выдохи, монетные всякие штучки и прочее Можно, в принципе, это допивать, может, не допивать Вот такая тонна воздуха там параллельно вышла еще Вот, идем дальше Обалденная фраза, это следующая Смотрите, нет, она спает Сейчас, спела То есть вот это you надо спеть сверху будет В конце опять идти на головной такой звук Еще раз слушаем Конечно, она это делает, блин, капец На одной ноте поет несколько звуков Одно звуков Ну, в смысле, технически переходят с одного характера звука на другой Даже если докопаться, у него как будто бы в терцию оно ходит Боже, не делайте этого То есть, короче, это естественный звук должен быть То есть вот именно соскок, когда у вас происходит, с диафрагмой вы обязательно попадете в такой фальцетный звук, очень-очень разреженный Попробуем собрать вторую часть после вот этого И давайте захватим еще Вот она прикольное слово делает на слове Идиот, да, что она делает Она гортань обваливает сначала вниз И потом выходит в тоненький звук Идиот, идиот Вот попробуем Идиот, идиот, идиот Идиот, она даже там на ад Идиот Стоп частин, all this fake, идиот Поем еще Стоп частин, all this fake, идиот Спели? Еще раз давайте Стоп частин, all this fake, идиот То есть, сперва надо прям аккуратно спеть Ну, в плане, не сильно увлекаться вот этой гортанью Но именно на идиот, ну, типа, все что удивляются Офига себе На самом деле, абсолютно естественным образом тут это появилось А если залезть в текст, в текст, в перевод, в смысл Да, то есть, она, типа, да, хватит слушать всех этих идиотов По факту, типа Стоп частин, all this fake, идиот Даже глаза можно округлить, это возмутительно вообще Все говорят, все кучу, что вы слушаете Вот Стоп частин, all this fake, идиот Да, вот, у нас получится такая штучка И вторая часть Ну, мы будем с матюками разбирать Но должны учесть, что вообще, конечно Вот даже она сама на шоу Она опускает все вот эти скользкие словечки Она просто там Либо заменяет их, либо просто молчит Например, там, в акустической версии Она там просто такая Give up Just me, they don't give up Вот, так что это на самом деле Такой нюанс, в принципе, как хотите Это зависит от вас, от вашего посыла Как вы От вашего посыла Это еще новое Вот Короче Закрепляем строчки вот эти И Отлично Я думаю, мы готовы вот эти четыре строчки Попробовать в оригинальном темпе Я надеюсь, что вы не забыли Что мы сидели в медленной скорости Вот Самая жаришка, конечно Так, ну погнали Я сама не успела Блезть на слово Стоп трюсси, но Стоп трюсси, но Лет еще разок Самое начало Самое начало, ребята Стоп трюсси, но Короче, вот эту часть, почему я хотела залезть в лайк, потому что, блин, в лайве она очень-очень поёт мощно, прям классно. Вот, смотрите, предлагаю сейчас закрепить ещё раз вот этот фрагмент, который мы спели, потому что я прям чувствую, как у вас там горят некоторые места, потому что, ну, тут реально сложно успеть. Вот, давайте ещё разочек сначала посмотрим, и если кто-то в фрагменте запишет, попробует хотя бы, даже если не получается, всё равно записывайте. Вот, погнали. Заплетается, да, заплетык языкается в этом месте, да, потому что надо в метод из скорости будет поделать несколько раз. Так, ну, погнали. Сначала. Чтобы соединить вот эти две последние строчки. Я такая, в чём сложности? Для меня здесь сложность, ну, блин. Я чуть-чуть её поделала вначале, ну, немножко я там поковыряла текст, но всё-таки я заострю внимание на вот этой части. Смотрите, строчки. Stop trusting all the snakes, idiots. Start trust. Вот здесь вот надо брать, idiots, trust, idiots, trust. То есть надо, idiots, чуть-чуть раньше бросить. Обязательно там паузу такую сделаем, потому что вот не успеете просто языком вот это всё действительно обработать. Давайте ещё разочек этот фрагмент вместе делаем. И, ну, хотелось бы дальше пойти там. Там, конечно, дальше и вообще тоже всякая разная классная штука. Stop playing with your body, lady. Stop feeling like you're not enough. Stop feeling into the haters. Stop and give yourself some love. Whoa. Stop saying that you're not enough, baby. Say you will fall in love. So trust me, no, that's my curious. Stop me, they don't give the fuck. Давай, давай, давай. Короче, знаете, чуть-чуть хочется показать вам, как уничтожить дикцию вообще. Уничтожить в хорошем смысле, знаете, типа напрячивать так, чтобы потом вот она сильнее стала у вас, активнее вообще работала. Это сперва надо много-много раз, не как сейчас мы, мы делаем небольшой плюсик повторений, вот, но когда вы работаете самостоятельно, прям много-много раз поделайте в медленном темпе сперва. Потом пару-тройку раз в оригинальном темпе, а потом уберёте и ускоряйте ещё на 1.25 встать. Вот я сейчас ради прикола спою для вас в 1.25. Вы тоже попробуйте. Вот на самом интересе, что это получится. Вот, блин, надеюсь, что у вас тоже получилось. Я опускаю скорость обратно, вот, но имейте в виду, что это прям суперэффективный способ вообще вот раскачать вашу артикуляцию, дикцию. То есть прямо много-много раз делайте и прям челленджи устраивайте своей дикцией, губам, языку и вот этому всему. Вот, смотрите, дальше я предлагаю обратиться к лайву и послушать, как она делает вот эту часть. Потому что, ну, в студийной версии у неё там дальше идёт большое количество бэк-вокальных всяких дорожек. Да, то есть, ну, можно чуть-чуть поковырять. В принципе, текст можно всё равно на оригинальной дорожке разобрать и потом уже залезть немножечко в лайв. В лайве там, конечно, другой вообще формат, как она спела. Смотрите. Здесь уже, я уже чувствую, что вы там. Смотрите. Обязательно, вот если такая ритмически сложная строчка попалась, разберите косточку. Прямо вот, возьмите один фрагмент ритма в неё. В интернете. The world says beauty is changing, fuck. Короче. The world says beauty is changing, fuck, that is fake, expectation. Fuck, that is fake. Да, я не получу. The world says beauty is changing, fuck, that is fake, expectation. Fuck, that is fake. Вот здесь я запутала, сейчас огору. The world says beauty is changing, fuck, that is fake. Вот, вот здесь сложно. Fuck, that is fake. Ещё раз. The world says beauty is changing, fuck, that is fake, expectation of real shit. Надеюсь, у вас там получается. Всё, давайте ещё разочек. Если не получается, короче, вы, пожалуйста, маякуйте комментарии. Типа там, у меня получается, или у меня нихрена не получается. Но я сделаю потом. Вот, короче, обратная связь важна. Вот в таких вот однонаправленных эфирчиках. Ещё разочек сначала. Давайте соберём со слов. I'm tired of seeing it, да? I'm tired of seeing it. I'm tired of feeling this. The world says beauty is changing, fuck, that is fake, expectation of the real shit. Я думаю, мы можем попробовать спеть. В первом куплете. А дальше? Ну, мы, в принципе, ну, мы сейчас предприпев делаем уже, да. Поехали. Продолжение следует... Надо обязательно ритмически уловить эту штучку. Идем дальше. Поем. Обратить ваше внимание хочу или надо на мелодию теперь, смотрите. То есть, на своре фейт надо внизу проспеть. Еще раз даже. Продолжение следует. Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы сейчас собираем текст всего предприпева, а потом как прыгнем с вами в лайк. И есть там, что мне сказать. Поем. Да. Еще какой здесь есть момент важный. Это окончание строчек. Чтобы вот не звучало совсем сука. Знаете, мы вырубили ритм. Ничего здесь не делали. Тут важно именно, конечно, окончание вот этих вот портягивает немножечко. Но! Давайте в лайк. Как я уже обещала. Ссылочку на лайк прислать вам потом в чат? С какого лайва мы будем разбирать? Или вы сами найдете? Ага, вот она. А то, как она поет? То есть, она... Если в оригинале там все довольно мягонько звучит, то в лайве это вообще другая история. Сейчас там лучше. Сейчас я собрала что-то. Ага, значит, так, спасибо. Короче, то есть, смотрите. Глобальное отличие части студийной записи и лайвовой, это то, что в студийке она поет так разрежено, фальцетиком. А в лайве она прям шарашит уже грудным звуком. Вот. И это очень интересно. То есть, она действительно тут уже эмоционально вкладывается в строчку, что она устала уже видеть это все. То есть, из этого складывается вот этот звук классный, который она делает. То есть, к чему я веду? Здесь уже включается ваше творческое, ну, про, ваше желание, там, самовыражение. Допустим, если вы хотите ярко эту часть спеть, то мы сейчас разберем, как это делать. Вот. Если вы хотите сделать как в студийной записи, типа, это тоже уместно будет. Вот. Но мне жалко выпускать момент, вот это классно. Что она делает? Мне еще очень сильно помогает, что я смотрю прям на ее лицо. То есть, вот вы потом видосик этот откройте и попробуйте вообще с ней попить. И открываем выверши. То есть, она широко открывает рот, она отправляет звук далеко. I'm tired of seeing it. Да, то есть, сперва, чтобы нотки эти нащупать, вам надо сперва крикнуть. Типа, I'm tired of seeing it. Да, то есть, вы прям проговорите сперва. И потом мы уже вот эту позицию найдем. То есть, все-все-все посадить, во-первых, щечки на месте. А во-вторых, ротик открывается у нас, конечно, хорошо. Она так чуть-чуть. Что-то дзылка зажирает на слое сильное. Ну, что-то устало вот так вот, вот так устало смотреть уже. Короче, сильно не хочу закапываться, потому что информация здесь очень-очень большое количество. больше, чем в студийной версии. Я просто хочу вам сказать, что если вы хотите обогатить ваше исполнение, обязательно обращайтесь к лаймовым версиям, потому что там просто бездонная, конечно, бочка вообще всякой крутоты. Вот, еще раз послушаем, как она поет. Никаких вам словечек. Я уже говорила об этом. Короче, возвращаемся к студийной версии, закрепляем эту часть. И в голове имеем в виду, что эту часть можно петь на грудном звуке тоже. И вот эта вся часть, она идет на таком подснятом звуке. Я думаю, ну, можно и на головном спеть, потому что там бэк шарашит. Я думаю, что там бэк шарашит. Да, давайте разберем этот припевчик. Мне кажется, вот, знаете, вот у меня ощущение, что с припевом не должно возникнуть проблем. То есть она... Как здесь припев вообще родился? Тут это... В контексте песни, короче, это фрагмент медитации якобы, типа вот этих аффирмаций, да, то, что вы берете какую-то строчку много-много раз ее повторяете. Вот, она в какой-то момент, она должна стать частью вас. Вот. То есть наша задача какая? Эта строчка, она должна быть такая максимально расслабленная, уверенная, спокойная. То есть вот эти все эмоции мы сохраняем. Лицо тоже, типа, супер расслабленная должна быть, когда вы поете эти строчки. Вот, попробуйте сейчас со мной вместе. Если какие-то сложности вы делаете, то напишите, пожалуйста. Потому что мне кажется, что тут вообще, типа, очень простое место. Важный момент какой? Протянуть окончание. I love my body, I love my skin, I am, I get it, I am the queen. Мягко-мягко, прям вот, знаете, институт с любовью к себе нацепить эти строчки. Так. I love my body, I love my skin, I am a goddess, I am a queen. I love my body, I love my skin, I am a goddess, I am a queen. Блин, знаете, что хочется? Девочки, вы пишите видосик потом, как вы поете припев просто. Можно даже куда-нибудь в инстаграм там запилить или в телегу закинуть. Будет так вообще. И мне приятно будет, и вам классно будет. А я вас как отмечу. А как мы все по выкладам эти штучки, вообще, конечно, кайф. Лена пишет, да, в лайве тоже прикольно этот момент без драмы, она кайфит. Да, да-да-да, то есть она именно спокойно поет. То есть в этом, это просто вообще песня парадокс, на самом деле. The J.C.J. в принципе, это в алгоритме парадокса. Невероятные вещи, потому что она умеет делать, совмещать. Короче, спокойно, на выдохе, четко проговаривая текст, да, мы поем вот это. Давайте прям еще разочек купим за треком и пойдем дальше. Субтитры делал DimaTorzok Мурашка, когда я побежала песню, ну вот, и петь. Короче, мысль такая, когда вам не надо ничего доказывать, вы просто спокойно, уверенно, негромко говорите информацию какую-то. То есть, не знаю, это вот, надеюсь, понимаете, про что я говорю, я думаю, понимаете, прекрасно. Вот, просто вот это же ощущение надо внедрить в припев. В этом и вся его такая, знаете, красота, какой-то вот этот потайной контекст. То есть, именно, несмотря на бурю эмоций, которые вы можете проживать, действительно, по поводу того, что она поет, да, на выходе это должно быть все равно I am a goddess, I am a queen. Не забывать об этом. Субтитры делал DimaTorzok Идем дальше. Короче, так вот детально второй куплет нифига мы не разберем, не успеем. Мы его сейчас послушаем. Рэпуем изо всех сил. Короче, вот все-все-все к зубам надо располагать, чтобы получится. Это действительно что-то на китайском. То есть, меня здесь больше смешает вот это something materialistic. То есть, materialistic, да, надо это слово очень-очень быстро проговорить. Вот, но зачем нам уничтожать уши и рот, когда можно сделать темп медленника. It can be healed as something materialistic. Да, materialistic. Все правильно. Фон Гушангер мне подсказывает. Something materialistic. Отлично. Терлистик. Вот так делайте. И вообще, отлично будет. Can be healed by a man who stays distant. Вообще, блин, почитайте там текст-перевод. Я сейчас не буду туда вникать. Вникайте самостоятельно. Слушай, ну так, а песню сложную-то песню петь. Не мою настроение вообще рэповать. Норма песни. Это когда надо рэповать. Ни в чём себе отказывай. Надо рэповать. Ну, кстати, вот именно второй куплет он максимально рэпующий вообще. Save yourself before you betray yourself. Блин, она любит, конечно, вот эти всякие ч-ч-ч-ч-ч штучки вот эти вот этнические. Окей, смотрите. Я вот резко сейчас пройду, второй куплет, и мы пойдём дальше. В оригинальном теме, да? Короче, это надо разбирать. Мне сейчас хотелось бы чуть дальше зайти, потому что вот этот, в принципе, подход нужно сделать такой же, как мы делали в первом куплете. Но, знаете, на что хочется обратить внимание? Вот дальше на её вот эти ответочки. Вот эти маленькие, она такую маленькую штучку закинет, и всё. И она так, знаете, вот проходная трекка шёл, никто её вообще не вспомнит, но... Ну, как же, в споте там посидите. Да, тут важно ещё, конечно, знаете, вот артикуляции добавлять, опевание. Да, ну, ещё у неё и аккорды в конце выйти поют, всё сумасшедшие. Вот, окей, надеюсь, у вас это место получилось, в любом случае оно будет в записи. Вот эти штучки тоже не пренебрегайте разбором, на самом деле. В них вот очень много-много свободы в вашей будущей вокальности, да? В общем, вам прям прям можно было разнообразно исполнять песню. Даже, кстати, в лайве там бэки прям поют на неё активный препят, а она заполняет мне шутки. Короче, смотрите, мелодия. Достаточно пока этого можно дальше допеть, но... Очень-очень много мемелизмов именно по вот этой вот пентономике, которая строится. Вот она там, да, в одном месте. А сейчас отвис? Только у Лены зависит? Напишите, пожалуйста. Может, что-то с этим, с интернетиком? Лера говорит, всё, Лена, проверяй, проверяй интернет. Ну, эти любимые ручащие штуки, конечно, вообще-то... Хотя бы слышишь. Короче, давайте заходим сразу. Сразу идём, и куда буду хотела вас завести-то уже. Вот она спела, значит, припев. Вот, спасибо, мама. Она, мама, смотри, ты вообще-то здесь и там тоже поёшь. Короче, смотрите, первый припев, да, поётся, как обычно. Второй на октаву выше. Вот, это то, за что мы целируем на юнг-жеседейке вообще. Прикольно, что в лайве она уводит это гораздо ниже там. Ой, я имею в виду мелодию. Она рисула прям в музыке. Вот, а в студии она это не делает у тебя. Короче, смотрите, разбираем мелизм. Что тут нужно делать? Нужно отдельно нотки все пропеть. Обязательно, ну, то есть это не на шару делается. Она делает это быстро и технично, потому что она до хрена это разделала уже. Она очень-очень много занималась, чтобы так петь. Афигентно вообще. Вот, наша задача взять и по нотам прям разобрать сперва вот эту штучку. I am the garden. То есть это у нее как в студии. I am the garden. I am the garden. I am the garden. Вот, а в лайве у меня новая другая. И чем мне нравится еще версия в лайве, ну, блин, потому что это лайк, то есть она сходу как-то зашарашивает. Вот, а во-вторых, она меняет, опять же, гортонирована вот туда вниз, уходит прям, черпает нижнюю нотку. Соответственно, тоже, как разбирать эту жизнь? Вы берете, то есть она поет уже готовую версию, она ее уже очень-очень много раз спела. Как нам будет с этим? Мы берем, замедляем на ютубе. Так что же, не забываешь, а то на другую часть. I love my skin. Ана, ты? Да, привет. 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 I am the garden. I am the garden. I am the garden. То есть вот эти все версии с пианино я вам накидываю, чтобы вы могли как раз-таки потом много-много раз спеть уже. И много-много раз спеть, это вы даже не все сколько раз спеть. Ну, то есть это надо просто обкатывать, 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 пока он останет частью вас, в общем. Вот, вернемся к оригинальной скорости теперь. Помогайте мы. Я, это прям. Я, это прям. Я, это прям. что хочется сказать то что я говорю чаще всего чтобы у вас вот эта штучка получилась каждая нотка должна быть на диафрагме если у вас вот эта штучка получается животик чем еще интересны вот эти вот штучки то что она делает на грудном регистре очень раскатисто подвижно потому что допустим на головном легче воспроизводится быстрее вот вернемся к стульте версии обязательно делать эмоцию просящую эмоции мольбы он не должен быть через широкую глотку то есть нужно как раз так и постараться опять же все удерживать на зубках и очень 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 яркий прям головной нужен вот этот не головной а носовой резонанс прям мощный такой плачущий нащупали его вот прям намять его надо купили тортик а мне не купили вот такая эмоция нужна и тортик я тоже люблю как как быть то когда я и тортики люблю и тело любить на поток ну ладно ушли далеко от темы хорошая чтобы на вот это май залезть вам надо в носу оказаться да и это знаете еще если вам кажется что это там почистили звукорежиссеры вот еще поэтому полезно лайвы посмотреть увидеть что джесси джей и нужны звукорежиссеры она машина просто у нее идеально ритмически выверенные всегда мелизмы просто конечно эталон можно сказать в таком формате мелизматическом а а не забываем про нашу диафрагму смотрите три часа самая жара началась в песне а успеем уже разобрать или на послушать короче эти штучки тоже лучше из лайвы черпать то есть это обязательно конечно громко это на диафрагме и это прям таким супер заряженным миксом то есть это не чистый грудной звук пограничный звук ну короче да это отдельный вебинар а вот это позиция то есть что я имею ввиду язык чуть-чуть вперед обязательно нужен то есть он не такой у нас а наружу на шкафе ну вы это увидите в лаве да еще очень слышно объем а не не узкий а это же и на и вообще и на и и узко надо спеть это просто вообще и умереть после этого то есть это конечно должен быть немножечко это да и потом короче расчекляйте пачки вот эти вот чтобы получалось вот это все короче надо мне подытожить к сожалению время вышло у меня вот смотрите я ожидаю теперь ваши примеры видео аудио желательно в комментарии особо стеснительно кидаю в личку вот но я вас даже из личку потом перешлю в общий чат на самом деле не стесняйтесь потому что это помогает во-первых другим людям кто читает и смотрит как-то ну не тушеваться и не терять возможность как раз таки прокачаться получить обратную связь ну и вообще как-то вдохновить других тоже и делиться всеми штучками вот так же напоминаю что я приветствую донаты и всякие поддержки там все это в закрепах есть ну вот отметки в инстаграме или в телеграме короче все это очень приветствую мы с каждым днем растем по чуть-чуть но уверенно вот главное знаете стабильно стабильно нам встречаться вот и конечно и вот и сын проснулся у меня уже короче я вам желаю прекрасного вечера получается вот моим одностранцам дня вот на связи остаемся короче с вами до новых встреч вот давайте запись я выложу все пока пока я сейчас вот вот пока